И первое, с чем сталкивается русскоговорящий человек, обращаясь к такой теме или предмету, который называется аутогенная тренировка, это собственно название предмета аутогенная тренировка. И аутогенная тренировка это привычное название, которое с советских времен, с 58-го года, с СССР употребляют и это осталось до сих пор. То есть вот такие два длинных слова, аутогенная тренировка. И здесь, если мы, как всегда, начнем, первое, сомневаться в правильности, что это правильный перевод, а также искать корни вот такого странного названия аутогенная, то мы словом аутогенная, значит, ага, аутос, это греческое слово сам, генос, да, тоже греческое слово происхождение, но отсюда ген, да, то есть ген это происхождение, да, как бы корень происхождения, то откуда началось самое изначальное, да, то есть и генная терапия, то есть это глубокая терапия, а если дальше, то дальше что, ну, фактически атомы, да, там, атомы-молекулы, то есть вот дальше уже совсем там микромир, да, и поэтому, значит, самопроисходящее или самосоздаваемое, так правильно по-русски будет сказать, какая-то тренировка, и там был еще у книжки под заголовок «Концентрированное саморасслабление», ну, так вот, чтобы сразу в эту тему перевести. И тут вам, коллеги Викане, не надо думать, что автор книги «Аутогенная тренировка» Das Auto Training, Йоган, или по-немецки Йоган от Шульц, он, как бы, автор аутотренинга. Это был 1924 год, когда он сформировал методику. Методику он сформировал в Дрездене. 22-24 год, окончательно он ее оформил в Дрездене, он работал старшим врачом в санатории «Белый олень». Через город Дрезден из Чехии, там, через Саксонскую Швейцарию, из Чехии и дальше до Атлантического океана, через Гамбург-то потом. Через многие города течет река, которая называется по-немецки Эльба. А на территории Чехии она называется Лаба. То есть по Чехии течет река Лаба, дошла до границы с Германией, тут же раз и превратилась в Эльбу, да, и течет дальше. Ну и вот на правом берегу был город, да, район «Белый олень», там был, естественно, санаторий «Белый олень». Позже в советские времена, когда в Германии была группа советских войск в Германии, эти же помещения этого же санатория «Белый олень», они использовались уже в качестве санатория для офицеров советской армии. Nicht weit davon befindet sich der chinesische Павелон, für die 1911 das einzige исторische Originalbauwerk chinesischer Архитекты. Эти помещения существуют до сих пор, там перестроены, не знаю, что сейчас в них там находится, но как бы внешняя форма этих помещений сохранилась. То есть это 1924 год, я к чему это говорю, что слово «аутогенная» или «аутотренинг» в те времена здесь не были чем-то необычным, потому что была и вторая разновидность, то есть ауто-внутренний, да, мы понимаем с вами тренинг, а была еще гетеротренинг, внешний тренинг. То есть вы пришли в зал, начали поднимать гантелью или отжимать штангу на станке, то это внешний тренинг, гетеротренинг, а когда вы даете команду, установку самому себе, управляете внутренними процессами в своем организме, то вот это вот внутреннее, это ауто, да. И если пойдем мы дальше, и вот аутогенная тренировка, как бы вот это смысловое понятие рассмотрим с вами, то есть это я вам практически лекцию для институтов психологии и физкультуры рассказываю. Так вот, этот момент, он выглядит как, ну, достаточно широкая вещь. Почему? Потому что сам решил, ауто, да, самопроисхождение, сам решил, да, сам решил как и сам сделал. То есть вот эти три элемента, они входят в понятие аутогенное. То есть саморешаемое, самосоздаваемое, самоосуществляемое. Это действие. Можно с разных сторон к этому предмету подходить, но как бы само название, я про это речь веду, само название фактически ничего не объясняет. Поэтому даже Шульц, да, он подписал, что это концентрированное саморасслабление. Про что речь? Про концентрированное саморасслабление. И вот с этого момента, ну, с неправильности понимания, и это еще в те времена, его даже критиковали за такое название. Потом расскажу, почему такое название было выбрано. И, ну, вот, все начинает искажаться. То есть я вам показываю момент, тоже корень, да, тоже ген, откуда начинается искажение в понимании такого предмета, как аутогенная тренировка. Они начинаются прямо с неправильного понимания названия.